Кубок мира в Казани Как встретили в Татарстане главный футбольный трофей, увидел слава от Махмадуля. Старшие по порядку. Захотелось быть действительно самым непосредственным участником всех событий. Кто они? Волонтеры Мундиали и легко ли попасть в их ряды, узнал Рамиль Шайдолин. Разворошили утиные гнезда ради благоустройства. Уткины яйца и туда уносили в другие гнезда. Все? Когда утки снова вернутся к берегу озера Кабан. О ситуации? Альбина Минебаева. Пока чиновники решают, инвалиды ждут. Ну, уже положено все. Но вот пока еще я не вижу результата. Когда появится документ, который позволит реализовать законные права на жилье и землю, узнал Дмитрий Иринин. Кубок мира приехал в Казань. Сегодня главный трофей Мундиали представили на площади Тысячелетия. В мировом турне 6-килограммовый золотой свиток уже побывал в 50 странах и 6 континентах. В Казани кубок остановился на 3 дня. Как его встретили в Татарстане и когда с ним можно будет сфотографироваться. Салават Мухаммадуллин. Из города Фрязино, Московская область. Ради Кубка мира. Ради Кубка мира. Его преследуют, за него играют, им живут. Кубок мира – мечта футболистов и всех болельщиков. Если у первых не получается его выиграть, то он сам едет ко вторым. Два, один. Без слов, момент истины и с телефонами в руках. Так встречали Кубок мира в Самаре. Он тот еще турист. Уже посетил 50 стран на 6 континентах. Сегодня в Казани за секунды до представления. Все болельщики тоже схватились за гаджеты и начали отчет. Три, два, один. Ну и теперь мы каждый можем увидеть тот самый Кубок чемпионата мира. Чуть больше 6 килограммов чистого золота. Две человеческие фигуры держат планету Земля. Это оригинал. Дотрагиваться до главной футбольной реликвии могут только победители чемпионата мира и главы государств. Мы очень рады, что увидели такое событие в городе Казани. Все прям с утра приехали, чтобы увидеть. Дети ждали. Можно по интернету. А тут можно его увидеть по-настоящему. И как тебе настоящий Кубок? Он гораздо больше. Впечатления, эмоции колоссальные. Я безумно рада. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России это долгожданное историческое событие для нашей страны. Сегодня Кубок чемпионата мира, посетивший 50 стран впервые в столице Тарстана. И Кубок в Казань приехал не с пустыми руками. Сегодня стало известно, что в столице откроется инклюзивный плей-парк. Он появится в рамках наследия чемпионата мира по футболу. Такие инклюзивные плей-парки дают возможность включиться в игру всем атлетам, в том числе со специальными потребностями здоровья. Работы по строительству парка начнутся в конце этого, либо в начале следующего года. В целом процентов на 95-97 сегодня Казань готова к принятию титульного события этого года. Только президент FIFA и чемпион мира может притронуться к этому Кубку. Горожанам и гостям в столице республики расстраиваться не стоит. Кубок мира здесь задержится на три дня. 18-19 мая он будет выставлен на почве тысячелетия, где каждый живащий с ним сможет сфотографироваться. И кто знает, может через два месяца эти ребята выиграют Кубок мира и он снова приедет в Казань. Словат Махмадулин, Шахмухаметов, ТНВ, Казань. Кубок мира сегодня одним из первых увидели футболистки команды «Кадеты» и «Загрыза». Напомним, девочки впервые в истории Мундиали будут подавать мячи футболистам на матчи. Нашим спортсменкам нужно это будет делать на игре между Россией и Саудовской Аравией. Сейчас у школьниц насыщенный график, официальные мероприятия, обучение и тренировки. Я как бы девятый класс и экзамены. Мама, конечно же, ну расстроилась, а вдруг попадет во время экзамена. А папа, конечно, у него такой шок тоже был сначала. Конечно, моя дочь, он гордится мною, поедет на чемпионат футбола. Очень рады, и такой жанр, и каждому выпадает. Мы с того лета мечтаем об этом. И в прошлом году мы на Кубке конфедерации тоже были, а в этом году на чемпионате мира. 2300 волонтеров станут помощниками чемпионата. Сегодня они тоже встречали Золотой Кубок Мира. Буквально через месяц добровольцы начнут встречать гостей чемпионата. Так кто же такой волонтер, и легко ли попасть в их ряды? Рами Шайдулин. Их кредо делает все, что можешь, и уже с универсиадой. Казанские волонтеры – одна из крупнейших команд России. Ровно тысячи добровольцев готовы работать во время мундиаля в Казани. Должен быть к настоящему доказать, что сегодня Россия – спортивная держава, Казань – спортивная столица. А наши ребята, наши волонтеры – лучшие в мире. Спасибо вам огромное. От 14 и до бесконечности возраст не имеет значения. Уже 7 лет Татьяна Никитина и Клара Урозалиева в отряде волонтеров серебряного возраста. Захотелось быть действительно самым непосредственным участником всех событий, которые происходят у нас там, где и молодежь тоже. На Олимпиаде, Паралимпиаде. И вот последний раз на фестивале молодежи и студенты. В октябре прошлого года волонтеры представляли Татарстан на форуме «Валдай». Потом посыпались заявки на помощь в Дни мирового футбола. Заявилось больше двух с половиной тысяч. Можно сказать, что это было более такое публичное освещение приглашений. И каждый участник, каждый желающий мог стать волонтером в этом огромном большом событии. А сегодня они наконец собрались вместе и увидели то, что их собрало главный трофей чемпионата, тот самый Кубок мира. Главное достояние специально для добровольцев. Фото с ним разлетаются по соцсетям, распределяются обязанности. Городские волонтеры будут встречать гостей. Это болельщики, любители футбола, гости города, которые будут пребывать во время чемпионата к нам в Казань. Волонтеры оргкомитета займутся непосредственно матчами. Часть отправится на билетные кассы. Главное правило – никаких денег. Добровольцы работают бесплатно. Рамиль Шайдолин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А через год Казань ждет еще один чемпионат мира. Но уже среди рабочих профессий. Сегодня в столице начались отборочные соревнования для участия в финале шестого национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». 148 участников из 57 регионов России и 12 компетенций. Об уникальных возможностях Альбина Минебаева. Удача нашим ребятам точно не помешать, если справиться со всеми заданиями. Путь к чемпионату молодых профессионалов открыт. В Казанском техникуме информационных технологий связи отбор проходят все те, кто видит себя рядом с компьютером. Но подготовить к чемпионату еще не главное. Межрегиональный центр компетенции позволяет работать над программами учебными. То есть он является учебным полигоном для отработки новых программ в области среднего образования. Молодые, компетентные и профессиональные такие специалисты нужны. И чемпионат в этом должен помочь. На этот конкурс приглашены и юниоры. Они одновременно перенимают опыты своих старших товарищей. Поэтому вот такой конвейер, который мы хотим уже наладить чуть ли не из детского садика. Сейчас мы собираем камеру Canon C200. Работаю с ней где-то уже недели две. Для Данила Карпеева отборочные соревнования – возможность учиться у старших. Участник из Казани попал на конкурс в последний момент. Всего же в полуфинале 148 конкурсантов и 36 экспертов-судей со всей страны. Соревнования по 12 компетенциям. Вот здесь, например, видеопроизводство. Говорят, одна из самых сложнейших по оценке и поиску оборудования. Вот, например, камера, которая меня сейчас снимает. И не то, что в Казани, даже в Петербурге не у каждого встретишь. Ребята будут с ней работать именно два дня. Снимать и монтировать. То есть видеорепортаж об одной из компетенций. При этом задания на отборочных соревнованиях практически не отличаются от мирового этапа WorldSkills. Наши тестовые проекты, которые заработали эксперты, по уровню, по сложности, по оснащенности, по технологическим требованиям, они либо такие же, либо сложнее. Наши эксперты еще и могут научить зарубежных коллег. Поэтому сегодня между Китаем и Россией подписали соглашение на обучение. К другим новостям. На помощь фермерам придет специальная льготная программа финансовой поддержки. Сегодня ее презентовали в Казанском Кремле. Предприниматели смогут получать поручительство Гарантийного фонда республики на особых условиях. Детали новой программы у Анны Градновой. Очень неприходливые, очень спокойные лошади. Дают рекордсмены по надое молока. Русских тяжеловозов Рафаэль Фасаков разводит 4 года. В селе Бурундуки у него 150 лошадей. Однако нематка стоит более 100 тысяч рублей. Начал дело с выигрыша республиканского гранта. Но чтобы продолжить бизнес, нужна поддержка. Для того, чтобы получить круглогодичный кумыс без перерыва, то надо иметь минимум 150 кобыл и маток. Сейчас вот цель такая поставлена. 50 кобыл и маток есть, еще 100 кобыл и маток. Или будем наращивать сами, или если государство сможет помочь в этом деле. Для таких активных фермеров, как он, будут новые меры поддержки. О них сегодня говорили в кабинете министров. С этого дня для бизнеса на селе заработала специальная программа. Льготный продукт внедряет некоммерческая организация гарантийный фонд Республики Татарстан. Будет он называться предпринимательство на селе. Суть его будет заключаться в том, что он позволит предпринимателям получать поручительство фонда на особых условиях. Об условиях говорят в Министерстве экономики. Гарантийный фонд Республики выступит поручителем в банке практически на безвозмездных условиях. До 70% гарантии может быть предоставлено нашим гарантийным фондам. При этом вознаграждение гарантийного фонда снижено до минимума, которое позволяет нам осуществлять законодательство. Это до полпроцента годовых. При этом собственные средства фермера или кооперативы должны составить не менее 30%. Сегодня в Татарстане работают более 170 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 93 тысячи из них это индивидуальные предприниматели. 75 тысяч малые предприятия. А вот доля средних на общем фоне очень мала. Всего более 400. Новые формы поддержки должны дать толчок и для их развития. Заявления уже принимаются. А предпринимателям за информацией можно обратиться в гарантийный фонд. Анна Городова, Данил Филатов, Амирзалюшев, ТНВ, Кайбетский район, Казань. Они перелетели, но обещали вернуться. Уткам озера Кабан пришлось сняться с насиженных мест. Больше недели вдоль водоема со стороны улицы Марселя Салимжанова срезают прошлогодние камыши и очищают территорию. Идет благоустройство набережной. Как утверждают казанцы, работы оставили уток без гнезд. Экологи же говорят, что все в порядке. Так стоит или не стоит, это история выеденного яйца. Альбина Минибаева, Абутин и Драме. Утки все ушли, скорее всего туда. Утки уплыли, работники остались. Гнездиться здесь больше негде. Прошлогодний сухостой срезан. Как оказалось, птицы уже успели снести яйца. Еще как? Не работай! Начали, нам нельзя мне не давать. Работники признаются, яйца находили и даже пытались их спасти. Переправляли на другой берег. Все, что находили, убирали туда. А находили что? Уткины яйца и туда уносили в другие гнезда. Все. Камыши сейчас срезаны вдоль берега и все утки уплыли. Возможно, все эти работы и были предусмотрены генпланом. Но казанцы в недоумении, неужели нельзя было подождать? Утят вырастут, улетят, сами смогут себя прокормить. Есть фрагменты, их же приходится тоже и выковыривать. Это старые колеса, коряги. Если бы мы это все не вытащили своевременно, то при нагревании воды это все бы стало вонять, стало бы все это гнить. Соответственно, ни о каких тенцах речи быть не могло бы. Поэтому работникам и пришлось срезать сухостой, как прокомментировали подрядчики и биологи. Начать работы раньше не позволила поздняя весна. Когда лед сошел, естественно, там жижа. Пока она немножечко не утвердилась, пока она немножечко не встала, заходить нельзя. Как только можно было зайти на территорию. Ребята срезали и убирали. Мы открывали для молодой поросли много солнечного света. И они действительно еще параллельно доставали оттуда мусор. А вот яйца могли принести на этот берег, и вороны экологи не отрицают. Сейчас утки высиживают потомство. Первая кладка, возможно, потеряна. Но популяция не пострадала. Кряква имеет достаточно высокую плодовитость в водоемах города. Выводит до августа месяца птенцов. Соответственно, в целом кряква не страдает. Казанцы могут быть спокойны. Утки наверстают. Но только уже на другом берегу озера. Альбина Винебаева, Рамзель Гарипов, Марат Зайдулин. ТНВ. Казань. Сначала помогли добраться до роддома. А потом приехали с цветами и подарками на выписку. Сотрудники ГИБДД, что 7 мая помогли беременной женщине доехать до больницы, встретили маму с малышом. Напомним, 10 дней назад к автоинспектору за помощью обратился водитель. Из-за пробок он боялся не успеть довезти сестру до роддома. Инспектор отделения ДПС Рамиль Тимомеев принял решение незамедлительно сопроводить автомобиль с роженицей, используя сирены. И уже через 15 минут женщина была доставлена в больницу. Счастливую маму с малышом автоинспекторы поздравили уже при выписке и подарили детское автокресло. Это новости Татарстана. Смотрите далее. Пока чиновники решают, инвалиды ждут. Ну, уже положено все. Но вот пока еще я не вижу результата. Когда появится документ, который позволит реализовать законные права на жилье и землю, узнал Дмитрий Иринин. Возраст не помеха. Парни молодые, свели меня с ума. Таланты фестиваля самодеятельных исполнительной «Балкыш сияния» увидела Алина Бережная. Куб Марысабы стали попротивами китайских городов. Таковы итоги первого дня рабочего визита Рустама Мениханова в Китай. Это его девятый визит в Поднебесную за последние несколько лет. Сегодня президент Татарстана встретился с секретарем комитета Компартии Китая провинции Чжэцзян. Стороны обсудили взаимный потенциал в области сотрудничества. Кадры встречи Рустам Мениханов опубликовал в своем инстаграм. Здесь, кстати, оркестр специально исполнил песню о Пипя. А на деловом форуме «Татарстан Чжэцзян» президент встретился с руководством одного из мировых производителей приборов видеонаблюдения. Защитил школу, теперь будет защищать родину. Учитель физкультуры из 26-й школы Нижнекамска в апреле спас учеников от пьяного вооруженного хулигана, пытавшегося проникнуть в школу. А теперь призван служить в одной из элитных подразделений российской армии – Преображенский полк. Светлана Звонарева пообщалась с героем-призывником и убедилась – нижнекамец к военной службе готов. Поехали. Раз. Семнадцать. И восемнадцать. Принято. Сегодня экзамен для нас, а через месяц свою подготовку он докажет уже в армии. Осуществилась детская мечта Данила. Долг родине он отдаст в знаменитом Преображенском полку. У меня вот всегда была мечта, если служить в армии, то постараться служить именно в самых, может быть, хороших, таких самых лучших войсках нашей страны. И поэтому я был очень рад и горд. Попасть именно в этот полк может далеко не каждый. Берут только лучших и с отличной физподготовкой. У Данила с этим порядок. Юноша – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. В роте почетного караула, где придется проводить очень большое время на полосцу, маршировать, попить шесть часов. Я думаю, что у меня должно хватить выносливости для этого. Помимо физической силы у солдата должен быть и характер. Нынешний весной парень стал героем Нижнекамска. В школу, где он преподает, ворвался пьяный мужчина и, размахивая ножом, пытался попасть внутрь. Данила вывел хулигана на улицу и не подпускал к школе до приезда полиции. Вы угрожаете учителю и детям. Вы приходите в состояние алкогольного... Друзья и близкие Данилы уверены, что земляки о нем еще услышат. И увидят, как Нижнекамец чеканит шаг по Красной площади на параде в честь Великой Победы. Светлана Звонарева, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, ТНВ Нижнекамск. Документ, без которого инвалидам было сложно получить жилье или землю, обещали подготовить в ближайшее время. Сегодня татарстанские представители Общероссийского народного фронта собрали за одним столом чиновников разного уровня и выясняли, кто за что отвечает. До этого складывалась юридическая коллизия, когда у людей было право, но не было регламента. Какой выход нашли, узнал Дмитрий Аринин. Она стала от чужих рук инвалидом. Так, как рассказывает эта женщина, ее дочь в 2010 году после побоев получила хроническое заболевание и инвалидность. Им пришлось продать жилье в Азнакаево и жить на съемных квартирах в Казани. Получить жилье уже как инвалид пытаются три года. Людям с тяжелыми заболеваниями оно положено законом. На это есть и решение суда. Но действий от казанских чиновников так и нет, говорит Гузали. Только письма, что это не в их полномочиях. В 2016 году уже суд выиграли. Сказали, что положено. Судебные приставы тоже писали, что уже положено все. Но вот пока еще я не вижу результата. Чтобы ускорить процесс, обратились в Общероссийский народный фронт. Как оказалось, это не единственное обращение. Таких людей с правом, но без реализации, насчитали более 500. Проблема в том, что федеральное законодательство не подкреплено разъясняющим нормативным документом, где прописано, какой орган должен заниматься учетом инвалидов с правом на жилье и землю и предоставлять их. Цинизм заключается в ситуации в чем? Непринятие нормативного акта. Собственно, нарушением это не является. Я не знаю нормы ответственности за подобные вещи. Понимаете, в чем проблема заключается? Людям говоришь о том, что это нужно сделать. Они говорят, да-да, сделаем. И все уходит как в воду. Собрав за одним столом представителей различных министерств и исполкомов, поясняли, кто должен решать эту проблему. И те и другие полномочия, как уже было сказано, Министерство соцзащитного труда. Вы не были те же, что делали, а не им дали жилье. Да, я тебе говорю. Я не про жилье как раз говорил. Дело в том, что порядок такой, что мы проводим учет на территории города Казани. Всех инвалидов, которые у нас после 2005 года, министерство... Руководитель исполкома присылает список в установленной форме. Мы, как говорится, по датам выстраиваем инвалидов, не по муниципалитетам, а по республике. И субсидии выплачиваем. Но если списка нет, то кому же платят. Сегодня выяснили. Проект документа подготовлен в Минстрое республики. Конечную точку должны поставить в кабинете министров. То есть вы нам говорите о том, что этот документ будет принят в ближайшее время. Точных сроков сегодня не назвали. Участники встречи решили создать рабочую группу, которая проследит за выполнением этого обещания. Дмитрий Аринин, Шатмухаметов, ТНВ, Казань. Дети с диагнозом ДЦП, достигшие 18 лет, будут получать лечение в санаториях, а материнский капитал теперь можно использовать на оплату детского сада. Об этом сегодня на пресс-конференции в Госсовете рассказала руководитель общественного объединения Мерхамет Милосердия Татьяна Ларионова. Здесь поговорили о благоприятной статистике. В Татарстане детская и материнская смертность снижаются, количество браков растет. В этом направлении наша республика является определенным показателем. Действительно, что так возможно, так есть и так вообще-то будет. Им года не беда, коль душа молода. Сегодня две с половиной тысячи пенсионеров зажигали зал Казанской филармонии. Фестиваль «Балкаш» сияния вот уже в пятый раз завоевывает любовь как к самодетельных исполнителей, так и зрителей. Как поет душа, услышала Алина Бережная. Они не профессиональные артисты, но в родном селе настоящие звезды. Ансамбль «Текучая река» еще вчера выступал на районных концертах, а сегодня репетирует выход на республиканскую сцену. Когда выступаешь, то сам парик становится уже на филе уже, ведь мы общаешься, помолодеешь уже. Парни молодые, свели меня с ума. Эти заводные пенсионерки дадут фору любому молодому коллективу. У каждой дети, внуки, домашние хлопоты и безграничная любовь к народному творчеству. Наш ансамбль – это, конечно же, сообщество близких по духу людей, людей, любящих русскую песню, русскую культуру. Но сейчас мы разучиваем милатарские песни. Песни, танцы, гармонии, балалайки на сцене коллектива со всех уголков Татарстана. Все они в своих городах и селах – местные звезды. Балкыш-сияние – не просто фестиваль, а праздник для пенсионеров. Здесь они знакомятся, общаются и раскрывают свои таланты. И так уже пять лет подряд. Участие в художественной самодеятельности – это как бы протечение жизни. Это поднимает жизненный тонус человека. Поэтому вот мы наш фестиваль считаем очень самым удачным проектом ветеранского движения. Не только Татарстана, но и в Российской Федерации. Сегодня эти ветераны забыли о возрасте, проблемах и заботах. Главное для них – эмоции и любовь зрителя. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Казань. Когда талантливая семья, талантливо во всем, в Казани стартовал ежегодный конкурс на Чкабиль. Он проводится в нашей республике уже в 14-й раз. В этом году заявки на участие подали семьи из 33 районов республики. Главное условие – иметь хотя бы одного ребенка и продемонстрировать все таланты семейства. В чем секрет семейного счастья, узнал Сергей Хайдаров. Мама – это сердце семьи. С этим точно согласятся участники конкурса «Начкабиль». Сегодня на сцене встретились все поколения победителей. Талант – это не единственное условие конкурса. В семье должен быть как минимум один ребенок, а лучше несколько. А у Сувалеева под эти критерии подходят. Победительница прошлого года участвовала и в проекте нашего телеканала. В объективе ТНВ – большая семья. На момент съемок у нее было 8 приемных детей. И вот новая встреча – малышей уже 9. Знаю, что они меня поддержат, помогут, расскажут. Но не скроют ничего, что у нас даже дома есть кто-то на хулигане. Вот это именно целостность, крепость семьи. Кто главный инициатор участия в конкурсе, сынишка Алсу Валеевой, тоже скрывать не стал. У нас есть такой руководитель. Это у нас мама. Если бы не одна, мы бы вообще не участвовали. Для Галины Степановны Вайнер Нечкеобиль не просто конкурс. Со своим супругом они вместе шесть десятков лет. Говорят, сейчас у них все как в студенчестве. Она участвует в конкурсах, он поддерживает. Познакомились как раз в университете. Сосватал поток. Посчитали, что Галина в то время была самая красивая студентка. И ей подобрали самого красивого парня. И весь поток нас приветствовал. С каждым годом желающих рассказать о своей семье все больше. В этом году заявки на участие подали семьи из 33 районов. Это и молодые семьи, это и семьи уже более зрелые, это и семьи, где старшее поколение представлено действительно очень достойными корнями, традициями. Заключительный этап конкурса пройдет в середине июня, после чего Нечкеобиль отправится в районы. Имя новой мамы победительницы узнаем 25 ноября, в День матери. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Все в ожидании футбольного праздника. Даже козлята увлеклись спортом. В деревне Нижней Пшалэ Марского района у детей свой цирк с домашними животными. Они научили козленка правилами играть через козла. Детеныш лихо перепрыгивает через спины мальчика. За процессом внимательно следит мама козленка. Жители успели заснять этот момент на видео. Посмотрим, станет ли оно таким же популярным, как тема чемпионата. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Казанские спортсменки завоевали бронзу Кубка России по хоккею на траве среди женщин. Динамо «Гипрония Авиапром» заняла третье место, уступив в полуфинале команде «Динамо Москомспорт». Турнир проходил в подмосковной электростали. На предварительном этапе наши спортсменки победили соперницы Санкт-Петербурга, Волгодонска и Москвы. Но в полуфинале турнир уступили со счетом 5-3. В матче за бронзовую медаль «Динамовки» одолели хозяек из «Динамо Электросталь». Напомним, что казанская команда была создана в 2007 году. В 2014 уже была бронза. Состав команды почти полностью состоит из воспитанников школы «Динамо». К новостям волейбола. Два игрока казанского «Зенита» сыграют в Лиге наций, пришедшей на смену мировой лиге. Главный тренер сборной России включил в заявку на турнир диагонального Максима Михайлова и блокирующего Артема Вольвича. На каждый игровой уикенд разрешено заявлять не более 14 волейболистов. Первый этап сборной России проведет 25-27 мая в Польше. Соперниками россиян станут хозяева площадки, а также команды Кореи и Канады. Тем временем стало известно, что команду «Зенит» покидает Александр Гуцалюк. За пять сезонов блокирующий сыграл в составе казанской команды 212 матчей и выиграл с клубом все титулы. Напомним, до этого в Казани попрощались с Вильфреда Леоном. А 30 мая в Казани состоится большой хоккейный праздник. Вместе с болельщиками игроки-тренеры руководства Акбарса отметят завоевание третьего Кубка Гагарина и пятого звания чемпиона страны. После торжественного приема у президента республики в Казанском Кремле обладатели Кубка Гагарина отправятся на парад, который начнется в 19.00 на площади 1 мая у памятника Мусы Джалилю. Далее на открытом автобусе чемпионы страны поедут по улицам Кремлевская, Астрономическая и Правобулачная, на которых будут организованы специальные площадки приветствия. Завершится проезд на площади Тысячелетия, где для всех болельщиков будет открыта фан-зона с развлечениями, фудкортом и концертной сценой. В 19.30 начнется торжественное уручение Кубка и золотых медалей чемпионов России. Затем на сцене для болельщиков выступят группа «Пицца», Полина Гагарина и МОД. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В начале выпуска интересная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. А теперь о погоде. В Татарстане сохраняется теплая погода. Ночные температуры повысились. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Ознакаево пройдут дожди. Столбики термометров покажут 24 градуса выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге плюс 25 и также с дождем. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске пройдут дожди и 25 градусов выше нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе облачная погода с прояснениями с дождем и плюс 26. Жители юго-западной республики ожидают также облачные погоды с прояснениями, пройдут дожди и 25 градусов тепла. В центральных районах, в Чистополе, Альмедевске, Мамадыши, Переменная облачность, местами дождь и плюс 26. В субботу циклон принесет осадки, что немного испортит погоду на выходные. Спонсор показа ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701, а также запасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани переменная облачность, временами с дождем. Температура воздуха днем плюс 25-27. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Ожидается слабое магнитное буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.